Общение с главой города началось еще на улице. Заботу о себе виновники торжества почувствовали задолго до официальной встречи. У каждого из них дома побывали сотрудники администрации и волонтеры. Все поступившие просьбы они передали руководству. Сегодня особые эмоции. Ветераны остались живы и встречают 70-ю годовщину победы. Зал восторженно встречает преемников солдат победы, кадетов-суворовцев. Очаровательные франты элегантно выводят на сцену юных принцесс. Светлана Синюкова, получившая дважды гран-при фестиваля Одинцовские самоцветы, своим предвоенным вальсом возвращает память зала в год 41-й, в начало июня, когда все еще были живы и полны надежд. На сцене гости праздника – молодежный хореографический ансамбль из Сербии. Их темпераментный национальный танец «Хоро» – сюрприз – подарок от администрации. Разрешите по поручению главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова поздравить вас, дорогие наши виновники торжества, с замечательной датой 70-летия Победы Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить вас, что вы сегодня пришли сюда самые красивые, самые нарядные, в полном составе. Сегодня здесь очень много участников Великой Отечественной войны. Рады, что вы пришли на этот концерт, на это наше собрание, потому что 70 лет – это большая дата, это большая победа, которую отмечает весь народ. Я искренне хочу сказать вам огромное спасибо за то, что я стою на этой сцене, за то, что я добилась таких успехов в жизни, потому что, наверное, могло бы всего этого не быть. Потому что у нас великая страна, и если смотреть на всю историю России, у нас очень много завоеваний для того, чтобы отстоять свои земли. И от всей души хочу пожелать вам долголетия, внимания ваших близких к вам в первую очередь. И, конечно, в эти дни всем нам хочу пожелать мирного неба над головой. Далее – творческий венок, составленный лауреатами фестиваля. Хор русской песни «Околица», ветеран воинской службы Леонид Штраух, очаровательная пылка Елена Ракута, Наталья Диденко, в чем-то напоминающая мать родину, готовую встать грудью, чтобы защитить своего Алешеньку сына. Истафету принимает фольклорный ансамбль «Родник». Коллектив Ларины Авдюниной не смог не появиться на этом празднике. В прошлом году они были в Сербии и хорошо знают дух этого талантливого, героического народа. Все драматические композиции военных лет завершаются вокально-хореографическим номером «Память» в исполнении Юлия Семака, Елены Петриченко, Сергея Чумакова, хореографического коллектива «Дивертисмент». Заключительный аккорд концерта – песнь «День Победы». В едином порыве зал встает. А дальше все приглашены на праздничный банкет. Фронтовые 100 грамм. Я хочу поднять первый тост и предлагаю его поднять за присутствующих здесь в зале участников Великой Отечественной войны, за людей, которые на своих плечах вынесли всю эту войну и победили в страшной, не повторюсь, в страшной кровавой войне. За их здоровье, за этих людей я попрошу поднять тост. Сегодняшнее торжество совпало с 90-летием ветерана войны Гавриила Михайловича Дегтярева. Самые добрые пожелания юбиляру. И снова песни, танцы, поздравления 70-летиям Победы. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания «Одинцова». 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 Продолжение следует...